Последние два года спокойными не назовешь. Новый страшный вирус, пандемия, самоизоляция. И только мы, казалось бы, начали привыкать к новому образу жизни, ношению масок, социальной дистанции, ограничении массовых мероприятий, как мир вокруг нас снова начал стремительно меняться. Ситуация на Украине. Санкции, валютные скачки. Люди лихорадочно глотают новостные сводки в попытке осознать новую реальность, в которой мы все с вами оказались. И со страхом смотрят в завтрашний день. Все это у многих вызывает целый коктейль разных, порой самых противоречивых эмоций. Как уберечь свое психоэмоциональное здоровье в период такой сильной информационной буря? Вот сейчас в непростой период, как с волнением, с переживанием, с тревогой? Спорт, наука. Спорт, наука, все. Общение судьбе. Нам некогда стрессовать, потому что у нас очень много пар, и мы как бы не успеваем переживать. Просто вот и все. Что посоветуете, как вы справляетесь? Думайте, хороший, по-моему, я не хожу. Помогает? Помогает. Страх, тревожность, неуверенность и другие негативные эмоции, которые многие испытывают сейчас – здоровая реакция человека на происходящие события, считает психолог Наталья Мышова. В такой ситуации важно уметь слышать себя, свой организм, знать предельный уровень психологической нагрузки. У каждого человека есть предел. Есть предел нагрузки. И надо его свой предел знать. Для кого-то он весь день будет в соцсетях сидеть и, собственно, нормально выдержит, да, весь этот поток, как обстанка у горох. А для кого-то, ну, не знаю, несколько таких больных тем – и все. И человек впадает уже в состояние травмы. Вот. И нужно знать свои особенности. И даже если мы их не знаем, все равно заботиться о себе. Информационный детокс сейчас один из самых действенных способов борьбы со стрессом. Ограничьте для себя просмотр новостей и отведите для этого, например, час в день. Если взрослые с трудом ориентируются в новостной сводке и порой утопают в трясине фейков и эмоционально окрашенных статей, детям и подросткам найти зерно истины в информационном мусоре практически невозможно. Ребенок пребывает в состоянии неизвестности, что вообще происходит. Было все нормально, да, и вдруг вот началось, какие-то объяснения начались. И точно так же, вот как приходят ко мне люди, я консультирую ситуацию развода, да, очень важно детям объяснить, что происходит. Объяснить без каких-то тонких политических нюансов, без каких-то сложных терминов. Объяснить, как вы это понимаете, спокойно, да. И самое главное – поддержать, что мы рядом, мы родители рядом. Важно в такой ситуации не пренебрегать помощью специалистов. Сейчас работают бесплатные линии психологической помощи. Для взрослых – 8 800 631 14. Для детей – 8 495 624 60 01. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.